В Центре открытого образования на русском языке в Ленингорском районе прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Образовательному процессу старт дал директор учреждения Сергей Пагринцев, поприветствовав собравшихся. Для нас это огромная честь и ответственность продолжать работу, которая была начата в прошлом году, и с каждым днём развивать наш Центр открытого образования. Наше сотрудничество и партнёрство становятся прочнее, а в основе лежит не только образовательный процесс, но и культурный обмен. Пагринцев положительно оценил прошедший учебный год, отметив, что дети проявляли большой интерес к изучению русского языка и культуры. Программа нового учебного процесса предполагает быть более насыщенной, добавил он. Сегодняшний день – это не просто день открытия нового сезона. Это также символ новых возможностей, достижений и, конечно, укрепления сотрудничества между нашими странами. Успехов, интересных дискуссий и плодотворной работы сотрудникам и обучающимся Центра открытого образования на русском языке адресовал руководитель Русского дома в Циньвале Сергей Комиссаров. Один и руководитель Русского дома, комиссар Сергей Комиссаров, в Крест-кульпийский коллектив Центра открытого образования и всех присутствующих. «Хотелось бы отметить, что Центр открытого образования под руководством Сергея Андреевича Лагринцева проводит важную работу по пропаганде русского языка и культуры. Хочу им пожелать успехов в работе и плодотворной деятельности. Русский дом поддерживает все инициативы Центра открытого образования и готов к сотрудничеству». Одна из основных задач Центра – это развитие прочных связей между Южной Осетией и Российской Федерацией в сфере образования, а также обмен культурными кодами. Функционирование Центра – это важный аспект в контексте укрепления позиций русского мира на территории Дружественной России и Республики, неотлимлемой части русского мира, подчеркнул глава района Муртаз Вальев. «Это огромная помощь для населения Южной Осети. Эта программа, она позитивная, она хорошая и достойна продвижения. Поэтому спасибо вам, поздравляю вас открытием и новых свершений, новых благослов». В целях популяризации русского языка и образования на русском языке за рубежом в этом учебном году в Центре реализуется программа «Русский учитель за рубежом». «Я считаю, что главное в этой программе для нас, как для преподавателей, научить детей учиться, как бы ни звучало это интересно. Но наша задача, чтобы дети умели находить что-то новое, у них было желание изучать и открывать что-то новое». Торжественная линейка завершилась культурной программой. Анжела Кукоева, Геннадий Мамитов, Сарина Даттаева. Информационный выпуск сегодня.